А теперь подробнее. Хранят домашние очаги, продвигаются по карьерной лестнице. Сейчас едва ли можно назвать профессию, которую не освоила прекрасная половина человечества. Самых активных и успешных пригласили на форум работающих женщин. В нем участвовали политики, бизнесвумен, спортсменки, педагоги из шести областей страны. Айгиря Мукашева побывала там. Красный и белый – это цвета ассоциации деловых женщин Казахстана. Потому и над оттенками дресс-кода участницам форума долго думать не пришлось. Яркие и привлекающие внимание, как и сами женщины. Госслужащие, бизнесвумен, актриса и представительница еще десятка профессий. Успешные, известные, независимые – пример для подражания. Но так было не всегда. Когда-то женщина-политик, депутат или, к примеру, предприниматель были понятиями несовместимыми. А вот сейчас 8% в Сенате, 27% в Можилисе – представительницы прекрасной половины. Большую работу в укреплении гендерного равенства провела Ассоциация деловых женщин. В этом году ей исполняется 25 лет. На протяжении четверти века организация вносила и вносит значимый вклад в развитие экономики страны. Нурстан Абишевич Назарбаев всегда стоял вопросы защиты материнства и детства, расширения прав, возможностей женщин в число приоритетных. Эти вопросы заняли ключевое место в послании президента страны Ассоциации Мортакаева. Глава государства определил ключевыми задачами рост благосостояния и социальное самочувствие населения. А добиться этого можно трудолюбием. Но, к сожалению, не все женщины имеют возможность заниматься любимым делом. Не воспринимают всерьез или вовсе считают, что ее место на кухне. От этих стереотипов давно пора отказаться, отмечают участники форума. А для этого следует развивать институт отцовства. Наша задача – это создать равные условия, равные возможности для реализации женщин во всех уровнях нашей жизни. Необходимо создавать кадровый резерв, необходимо продвигать женщин и на уровень исполнительной власти, где мы сегодня большими процентами на уровне принятия решений пока не можем похвастаться. Зато в бизнесе преуспели 40% субъектов малого и среднего предпринимательства руководят женщины. А по количеству ИП и вовсе опередили мужчин. При этом многие детей воспитывают и домашним бытом занимаются. Маржан Валиева на своем примере доказывает, что с бизнесом прекрасная половина человечества управляется ничуть не хуже. Сегодня она получила почетное звание лучшего предпринимателя. Шесть лет назад переехала из Туркестанской области в Североказахстанскую. Начинала с четырех коров. Сейчас их у нее в 50 раз больше. Есть еще парикмахерская, баня, автомойка, массажный кабинет. Открываю бизнес не только в райцентре, но и в селах Жамбылского района в зависимости от спроса. В планах открыть детский развивающий центр. В деревнях есть проблема с досугом. Мальчишки и девчонки ходят в школу, потом домой. Большую часть времени им нечем заняться. Мало кружков и секций. Надеюсь, центр поможет решить эту проблему. А лучшим полицейским стала Сауле Андагулова. На ее хрупких плечах огромная ответственность. Она – начальник штаба Североказахстанской полиции. Первая женщина на такой высокой должности в нашем регионе. Быть дальновидным аналитиком, просчитывать каждый шаг и решение. Но любая задача по силам, когда семья поддерживает и работа нравится, рассказывает Сауле. Я прихожу с удовольствием на работу, ухожу с чувством выполненного долга. Я люблю очень свою работу. У меня отец 30 лет проработал в органах внутренних дел. Пришла 27 лет назад инспектора по делам несовершенноделесной после окончания Петропавловского педагогического института. Потом, через 4 года, я стала следователем. Это моя мечта. С детства была быть следователем. В этой сфере я также состоялась. Была начальником отдела. Стала заместителем начальника следственного управления. Лучший режиссер, штукатур-маляр, учитель, шеф-повар, спортсменка. 12 особо отличившихся североказахстанок в этот день получали дипломы и поздравления.